На портал «Экзегет» поступил вопрос, насколько тяжел грех несублюдения постов. Ну, имеется в виду, я так понимаю, пост на еду, но надо, прежде всего, понять, что такое пост. Вот пост, на самом деле, не только на еду. Пост – это время сугубой борьбы с грехом через определенные аскетические упражнения, которые включают в себя и принятие постной пищи, и непринятие скоромной пищи. Это борьба с страстями, похотями. Давайте вдумаемся, если человек способен на месяц-полтора воздерживаться от определенной пищи, я не имею в виду, когда у человека какие-то проблемы со здоровьем, церковь благословляет для болящих, пост не держать. Я не имею в виду детей, которые тоже там, или пожилых людей, опять же, в силу их физического состояния, там тоже церковь благословляет, посты не держать. А я имею в виду, когда относительно молодые и здоровые люди, пост не держат просто, потому что не хотят. Вот человек полтора месяца может задерживаться от еды, значит, он что-то может. Он что-то может. Он, значит, его воля в хоть какой-то степени затачивается на способности противостоять греху. Поэтому это важно. Это важно. Это некое очень важное духовное упражнение. Наше тело очень связано с душой. Потому что человек – это и душа, и тело в совокупности. Так его створил Господь. И тело влияет на душу. Особенно у нас, у грешных людей. И мы с вами знаем, насколько человек, допустим, голодный, особенно мужчина, бывает раздражительным. Вот это известные сказки. Ты сначала его, так сказать, баньки попарь, потом накорми, а потом расспрашивай. Вот это такой аскетический опыт у некий. А это не должно быть так. Если то, что ты не съел котлетку, вызывает у тебя приступ раздражительности по отношению к ближним, даже к твоим членам семьи, это же очень плохо. Ты весьма несовершен. Несовершенен. То есть, любовь к жене зависит от наполненности твоего жерудка. Ну или наоборот. Вот для того, чтобы это не было, надо освободиться от этой зависимости, от чем наполнен твой жерудок. Голоден ты, не голоден. Насколько ты голоден. Чтобы достичь совершенства в любви к ближнему. Чтобы, еще раз повторяю, научиться противостоять влиянию своего тела на тебя, чтобы обрести свободу от греха. Притом, если ты, еще делаю акцент, борешься только с пищевой какой-то зависимостью, да, ты на самом деле борешься со всеми зависимостями, в том числе с гневливостью и так далее. Потому, что душа, она такая, человека, она такая, сущность цельная. Поэтому нельзя быть таким сугубым чревоугодником, а во всем остальном ты святой человек. Такого не бывает. Как нельзя быть святым человеком и быть, перед этим, большим чревоугодником. Поэтому, все это вместе, в совокупности, все добродетели цепь, звенья одной цепи, как и, соответственно, страсти. Потом потянул за одну цепочку, звено цепочки, потянул всю цепочку. Поэтому борешься с зависимостью пищевой, ты борешься с своим эгоизмом, который является противоположностью любви и матери всех грехов, на самом деле. То есть, ты борешься за любовь, за христианскую светлую любовь к Богу, к ближнему. Вот дальше сами решаете, как важны эти посты или не важны. Просто мы не очень грамотно, аскетически, не очень знаем эти внутренние зависимости духовные. Поэтому мы можем так вот сказать в отношении поста, так немножко пренебрежительно. Подумаешь, там, котлет не есть, Великий пост, что это такое, что это Богу нужно, что ли? Богу-то не нужно, тебе нужно, чтобы ты от этих котлет перестал зависеть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.